В эфире канал РТВ и новости. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Москва держит руку на ядерной кнопке. 95% атомных пусковых установок России находятся в постоянной боеготовности. О решимости ракетных войск ответить на угрозы министр обороны Сергей Шойгу заявил сегодня на итоговой коллегии ведомства. В присутствии президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина он также посетовал, что на западных рубежах России сосредоточено около 200 американских атомных бомб. Сам президент призвал укреплять ядерный потенциал страны, так называемую триаду стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Особое внимание должно быть уделено укреплению боевого потенциала стратегических ядерных сил, реализации оборонных космических программ. Нужно, как и предусмотрено нашими планами, оснащать все составляющие ядерной триады новыми вооружениями, повышать эффективность систем предупреждения о ракетном нападении и воздушно-космической обороне. Кроме того, необходимо развивать инфраструктуру обеспечения стратегических ядерных сил. Имею ввиду позиционные районы соединения РВСН, пункты базирования стратегических подводных ракетоносцев, аэродромы дальней авиации. Позиция Евросоюза по санкциям в отношении России не изменится. Москве не стоит ждать новогодних подарков. Об этом заявил посол ЕС. В России Лигаудас Ушацкас. Какой-то торговли по Сирии Украине, согласно ему словам, не будет. Дипломат при этом подчеркнул, что снятие антироссийских ограничений зависит от полного выполнения минских соглашений. Я напомню, ЕС ввел против России санкции весной 2014 года после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе. Ожидается, что тема продления ограничительных мер будет рассматриваться 17-18 декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе. Михаил Ходорковский – свободный человек и живет в свободном мире. Так, пресс-секретарь из главы ЮКОСа Кюля Писпанен прокомментировал сегодняшнее заявление Следственного комитета России. Ведомство заочно обвинило Ходорковского, ранее отсидевшего 10 лет в тюрьме за мошенничество в других преступлениях, совершенных в конце 90-х годов прошлого века, в частности убийстве мэра Нефтьюганска. В Москве пообещали объявить бывшего главы ЮКОСа в розыск. Впрочем, как подчеркнул Писпанен, Михаил Борисович не опасается, что его могут выдать своих планов, он менять не будет. Напомню, после того, как в конце 2013-го Ходорковский был помилован Владимиром Путиным и вышел на свободу, он покинул Россию и больше туда не возвращался. Черное золото обесценивается. Нефть вернулась на уровень декабря 2008-го. Сегодня за баррель топлива марки Brent предлагали примерно 39 долларов. Трейдеры такую тенденцию объясняют опасениями, что решение ОПЕК максимизировать добычу сохранит перепроизводство нефти в мире. Впрочем, причину падения цен на углеводороды эксперты видят не только в политике организации стран-экспортеров нефти. Моя коллега Нина Шамогия знает больше. Цены на нефть обновили семилетний минимум и отметка в 39 долларов за баррель еще не самое дно. Большинство аналитиков и трейдеров, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают дальнейшего снижения цен на черное золото. Формальной причиной обесценивания одного из самых ценных углеводородов является отказ ОПЕК от реалистичных квот на добычу нефти, что приведет к сохранению перепроизводства на мировом уровне. Согласно обнародованному сегодня прогнозу Международного энергетического агентства, избыток предложения нефти в мире сохранится, по крайней мере, до конца 2016 года, поскольку рост спроса замедляется, а ОПЕК намерена максимизировать производство. Политика организации стран-экспортеров нефти может у многих вызывать негодование, но картель действует в рамках своей юрисдикции, чего нельзя сказать о нелегальных игроках на рынке углеводородов. Кризисы в арабском мире выплеснули на черный рынок миллионы баррелей контрабанного топлива. Сбывая краденую нефть по заниженным ценам, в Сирии и Ираке продолжают процветать квази-государства исламских террористов. Как уверяют в Вашингтоне, на черном золоте обогащаются не только джихадисты. «Исламское государство продает значительную часть нефти режиму Асада. Они пытаются уничтожить друг друга, однако одновременно вовлечены в торговые связи на миллионы и миллионы долларов. Общий объем торговли нефти ИГИЛом достигает 500 миллионов долларов в год при 40 миллионах ежемесячно. По нашим оценкам, джихадисты получают прибыли главным образом от эксплуатации нефтяных скважин, поэтому пока его нефть поступает в различные точки, на исламское государство не оказывается то давление, которое мы хотели бы видеть, чтобы пресечь каналы финансирования, а это позволит разрушить его инфраструктуру». В США понимают, чтобы перекрыть золотую желуду террористов, нужно закрыть границы с Турцией. Американский чиновник признал, часть нефти идет через границу в Турцию. Об этом еще до Вашингтона говорила Москва. «Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции». Обвинение российского президента, произнесенное на полях климатического форума в Париже, Запад тогда предпочел списать на эмоции. Турция за несколько дней до этого сбила российский бомбардировщик. Сейчас даже в Вашингтоне, где выступили с поддержкой действия Анкары в инциденте Су-24, вынуждены признать – Турция невольно причастна к сбыту контрабанного топлива. Тем не менее, в Белом доме не перестают следовать реплики, приписываемые Франклину Рузвельту. Может быть и сукин сын, но это наш сукин сын. Нина Шамуге, РТВА. Интерпол объявил в международный розыск россиянина Джихади Толика, 28-летний палач группировки «Исламское государство» Анатолий Землянко, включен в так называемый «красный циркуляр». Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления и должен быть немедленно задержан, где бы ни находился. На сайте Интерпола отмечается, что уроженец города Ноябрьска Тюменской области объявлен в розыск по запросу России. СМИ также сообщают, что на родине землянка заочно арестован. Пока ему предъявлено обвинение лишь в участии в нелегальном вооруженном формировании. Хотя ранее появилась информация, что именно Джихади Толик казнил другого россиянина, оказавшегося в Сирии, Магомеда Хасиева. Исламисты обвинили последнего в работе на российские спецслужбы. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.